Добрый вечер! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш великолепный курс, и сегодня мы проходим из памятбар параграф кафзайн. Он небольшой, материал нам снова приготовила Анна, но Анна не сначала знает в уроке, так что начнем мы без нее. Я думаю, что мы закончим этот материал быстрее, чем за час, и останется время начать еще филим 145. Его тоже подготовила Анна. Что такое 145-й филим? Это Ашрей. Покуда не забыл, скажу вам, что обещано нам, что тот, кто три раза в день читает Ашрей с каваной, то есть думая над тем, что он читает, ему обещано, что он унаследует грядущий мир. Вот буквально так. Ну, начнем мы вот отсюда. Простите, у меня лингвистический вопрос, иначе я забуду. Ашрей, можно сказать, что это блаженный? Обычно так переводят, но я не очень понимаю слово блаженный в русском языке. Ну, как сказать, ну не то, что счастливый, конечно. Да, это немного не то, хотя блаженный это еще немного и учит. Да, 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 это красиво, конечно. Но просто те слова, которые мы в обычной речи не используем, я не знаю, как, собственно, их... Но это, видимо, не совсем человек земной, он как бы так, летает в облаках. Ну, наверное, тут коннотация несколько иная, потому что сказать... Ну, как бы зло, что ли, как бы так можно сказать? Ну, наверное, так. Так, с какой-то лучшей участью, типа, удел у них какой-то поприличнее, скажем так. Ну, я это перепроверю. Просто слово красивое, думаю, Ашрей, что это? Слово красивое, да, да, да. Ошер, да, это точно. Ошер – это буквально богатство. Вот, может, не какой-то морали. Ашрей – это счастливый мы иногда переводят. За последние лет 20 появилось множество переводов Танаха новых, в том числе и Тхилим. И они вообще не зависим от этого, от друга. Поэтому можно найти какое-то слово, которое будет и красиво, и понятно. Я надеюсь. Так, всем видно экран, да? В груди видно. Желтым, зеленым. Да, да, да. Анна нам сделала все по порядку. Так, одну минуточку. Анна, значит, еще позаботилась о том, чтобы я не сбивался с очереди. Мне надо это открыть у себя. Сейчас, минуточку. Так. Так, 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 это здесь было или… Да. Нет, не здесь, в другом месте. Сейчас я посмотрю, минуточку. Наверное, на нашей группе, да? Урок иврита. Начинаем сейчас. Да, вот ссылка. Так, ага, 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 так. Нет, что-то я не вижу. Ну, ладно, я надеюсь, что не собьются. Итак, начинаем с альф. Я напоминаю вам, что значок камац иногда читается как а чаще всего. Да, в современном чтении, я имею в виду, принятым в Израиле, но в некоторых случаях он читается как о. Самое главное исключение – это, конечно, слово «коль», в значении всякий каждый. Но вообще в закрытом безусловном условии камац – это камацка царь, то есть, о, слов хад поэт. И приблизились дочери славхада сына Фефера, сына Геллада, сына Махира, сына Минаше, из семейства Минаше, сына Йосефа. И вот имена дочерей его – Махла, Нуа и Хогла и Мелка и Кирца. Так, мы здесь встречаем их впервые, но они нам еще встретятся. Так, прошу вас тогда, наверное, следующий Тимофей, да, за отсутствие Анны. Прошу вас, Бет. Да, давайте. Так. «Ватамудна лифны Моше в лифны Эл-Азар, а Коэн в лифны А-Несиим в холь аэда Петах о Гель-Муэт лэмор». Так, и встали перед Моше, и перед Эл-Азаром Коэном, и перед главами, президентами, и всей общиной у входа в Оголь-Муэт, в шатер собрания, говоря. Да, буквально так, да. Обратите внимание, что здесь используется будущее время в значении прошедшего, да, множественное число для женского рода. Вот такое окончание. «Ватамудна», просто «тамудна» – это «встанут», да, в женском роде, а «ватамудна» переворачивает в прошедшее время и предстали буквально, да. «Наси» – это «князь-президент», да. Теперь, очевидно, Юлия, да. Юлия, прошу вас, гимнел. Та, здравствуйте. Так. Здравствуйте, здравствуйте. А вину, мэд бе мэдбар, вагу лога я бтох гада, га, ноадим, аль адонай, гаадат, гаадат корахо. Значит, отец наш мёртвый в пустыне, и он не был в середине... Ну да, общество, сообщество, общины, да. Так, дальше. Ну один буквально совещающихся, тех, которые собрались, можно сказать, собравшихся, на Всевышнего, то есть против Всевышнего. Против Всевышнего, в общине Кораха, которые... Так, сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Так, хэт плюс гэто, это его, его и ки. Ну, в теодом случае, как Ибо. Да, потому что, да. Так, значит, собрались в общине Кораха, потому что грех его умер за... Потому что за грех свой, по греху своему, умер. Это про отца, про их отца. Они говорят, что он умер, но не по делу Кораха, и не был он в среде этой общины, да, он к этому отношения не имеет, да. И не было у него сыновей. Совершенно верно. Не было у него сыновей, да. Да, верно, Юля, все правильно, спасибо. Теперь попросим Шушу, а после Шуши Евгений, да. Давайте. Верно, Кипсецов. Так, далее. Далее. Так. Да, да, все правильно, кроме вот этого слова Шем. Шем – это имя, вы прочитали просто Шам, Шам – это другое слово, да. Как это сказать правильно, почему уменьшится или уменьшится как-то? Будет вычитано буквально, да. Будет вычитаться имя отца нашего, да. Исключено имя, а из... Сключено будет, да, можно сказать так, да. Сключено из Мишпахато, как это, из рода его или... Из семьи его, да, буквально так. Вот так, ибо нет у него сына. Это типа дай или что-то из... Это императива, конечно, от Нотэн, дай. Дай, на, так, а где тут зелененькое дальше? Ахуза давайте поднимем, да. Надел. Дай нам надел среди братьев отца нашего. Да, 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 среди братьев нашего отца, да. То есть они требуют все-таки. Он принадлежал к колену, как мы видим, где? Вот. Минаше, Минаше бен Юсеф, да. Соответственно, в колене Минаше мы хотели бы получить удилку. Да, верно. Спасибо. Так, ну, наверное, попросим Евгения прочитать, как минимум, гей и вав. А может быть, если он захочет, еще и зай. Давайте переведем. Приблизил или представил, да. Представил, принес, да, буквально, да. Да, Маше дело их перед Всевышним. Да, совершенно верно. Мишпад – это суд, мишпад – это еще и фраза предложения, это и приговор, да. Ва, пожалуйста. Ва, йомэр, ашэм, эль, мошэ, лэм, лэмор. И сказал Всевышний, мошэ, давай я. Да, совершенно верно. Так. Так, зайн, кто желает, хотите продолжить? Если нет, то я беру после вас. Давайте я. Слово «кэн», мы знакомы с ним, что это означает «да, правильно», так и есть. Смысл здесь «таки так», действительно правильно. Дочери Славхада говорят «доврот» – это в настоящее время глагола. «Довер», да, этот корень мы чаще встречаем в Виньяне «пи эль», но он вполне реализуется и в «паали», просто в современном иврите. Обычно говорят, ну, например, «довер иврит», ивритоговорящий «довер руси», «довер англит», да, но в значении глагола используют форму «пи эль», «мэдам вера». Вот здесь сказано «доврот», разговаривают, говорят «натон титен», то есть обязательно дай, корень «натон» мы знаем, да, им часть удела из, извините, в среде братьев отца их и переведи удел отца их на них. Маленькое замечание, просто необходимое, чтобы понять, о чем идет речь. Отец их, слов Хад, по большинству мнений, умер вскоре после получения Тора на горе Синай. С тех пор прошло практически 40 лет, да. Значит, земля была разделена по именам тех, кто вышел из Митсраева, да, и пропорционально их семьям в тот момент. То есть, если бы он был жив, он бы получил сейчас определенный надел. Если бы у него были сыновья, он завещал бы этот надел им. Но поскольку у него только дочери, то что же делать? И вот Моше запросил Всевышнего, и он сказал, да, дочери говорят истинно, и ты должен дать этот надел, должен привезти им. Да. Теперь прошу... Простите, а можно вопрос? О какой земле идет речь, если ведь они ходили в пустынище, не вошли в землю Адекаванную? Это происходит перед входом в землю. Вот, собственно, сам надел по жребию еще не сделан, но к этому подходит сюжет, вот. И вопрос, что там дальше будет с этим наделом, да? Он вроде бы есть, а куда же он девается? А, то есть это пока только виртуально положительно надел? Да, 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 это вот как оно будет при входе, совершенно верно, да. Так, Хэт, просим Тимофея. Хэт, вельбны Исраэль, тедабэр элемор, ишки емут увэн эйло, вэ агавар тем, эт нахалато левито. Вот, верно, так? Да, и сынам Израилевым скажи, говоря, мужчина, который умрет, нет сына у него, и переведешь... Переведешь, буквально, да. Да, надел его, дочери его. Да, да, так оно и будет, да. Спасибо, Тимофей. И теперь, Юлия, пожалуйста, тет. Так, мы все повторяем, я понимаю. Вэймэйн лорбат у нектатема, это нагалат, нагалато, ле эхав. Эхав. Эйгав. Эйгав. Хэт, да, да, как-то у вас звучит похоже на гей. Да, да, да. Это разница. Наша украинская гей проживала. Да, 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 я понимаю. В общем, если нет у него дочери, то пускай даст его на дел братьям. Эйгав. Эйгав – это братья его во множественном числе, да. Мы знаем местоименные суффиксы, но вот в отношении родственных связей тут немножко сбой. Например, не ахо, а ахив, да, к примеру, да. Эйгав – это братьям его, да, верно, верно. Так, спасибо, пожалуйста, Шуша, да. Йуд. Йуд. В им, эйнло, ахим, в нотатэм, эт, нахалато, ле, ахэй, авав, как авав? Ахвиз. Ахвиз. Здесь авив. Так, а если нет у него, значит, тогда кого? Братьев, да. Братьев, да, дайте. Да, тогда удел его дайте братьям. Как сказать, братьям? Братьям отца его. Ахвиз – это отец его. Да. Но Тель-Авив там совсем по-другому. Да, да, в весеннем полном какой-то. Да, если, да, то есть Бог говорит закон, который относится к этому случаю и к подобным случаям. Да, совершенно верно. Так, спасибо, Шуша. Теперь, Евгений, пожалуйста, Юд. Алев. Вот так. Вэйм эйн ахэйм ле авів у нетатэм ет нахалято лі шэро. А к корову, э лаву, ми миш по то, вэйя раш, вот та. Вэйм эйна, левней, Исраэль, леху кат, миш под, ка шэр, цуа. И если нет братьев, то отдайте на дел его. Айров, в данном случае, как родственник его. Близкие родственники. Да, ближнему к нему. Самому близкому к нему, да. Близьему к нему. Да, из семейства его. Да. И вояраш. Чтобы он наследовал. И у наследует ее. Ее кого? Нахават, да? То есть удел. Надел, да. Да, надел, да. Вегайта, ливная иса. Это для сынов Израиля. В удел. Нет, в леху. В закон. Да, да, да. В закон или устав. Как повелел Всевышний Маше. Как повелел Бог Моисею. Совершенно верно. Как заповедал. Да, да. Замечательно. Теперь я читаю Юдбет. И сказал Бог Моисею. Поднимись на гору Эварим эту. И увидь страну, которую дал я сыновьям Израиля. Здесь начинается грустная история. Вот. И продолжит ее читать, конечно же, Тимофей. Просим Юдгимил. Юдгимил. Так. И увидишь ее. И приобщишься к народу твоему. Так же ты, как приобщился Аарон брат твой. Совершенно верно. Не эсав. От слова осэф. Осэф это собирать. А не эсав быть приобщенным. Да. И будешь ты приобщен к народу своему. Имеется в виду, конечно. Покинешь этот мир. Да. Да. Спасибо, Тимофей. Теперь просим Юлию. Далит, пожалуйста. Далит. Так, каа-шер. Не-не-не, в данном случае каа-шер из-за того, что, по причине того, что. Немножко нестандартный перевод, да. А вот это какой-то идиом? Это глагол, маритэм, да. То есть буквально делали горьким, не подчинялись от слова. То есть делали горьким рот или что? Даже не сделали горьким, а как, может быть, это даже близко к слову лом рот, несмотря на. То есть смысл здесь, конечно, не подчинились. Не подчинились устам моим. А, в пустыне Цинь? Да. Так. Мерива – это ссора. Здесь меху, да? В споре общинам. Так. Легагдишэни. Так. А легагдишэни. Легагдиш. Кадеш. Сделать, да. Проявить мою святость. Не это меня. В море. Да. Водою. Чем, кем, чем. Это еще и творительный падеж. Да. Водою на глазах их. На глазах их, да. Это они. Меймери ват. Кадеш. Опять. Двойной смеху. Да. А, еще и меймери. Да, да, да. Воды, да. Соры Кадеша. Кадеш – это название места. Да. Ага. Воды. Соры Кадеш. Пустыне Цинь. Пустыне Цинь. Да, да. Это была сложная фраза, но Юля справилась. Спасибо, все правильно. Так, теперь передаем микрофон Шуше. Пожалуйста, наверное, Тетваб и Тадзай. Вайдебер, Мушей, Гейляшем, Лемор. Можно это не переводить? Это понятно. Так, Ивкот, Ашем, Элохей, Арохат, Арохот, Арохот, Леколь, Басар, Иш, Аля, Эда. Так, Ивкот, где-то… И Ивкот, да, назначит. Да, есть Товкин. Ага, значит. Это Товкин. Назначит. Муш назначит Бог, да. Это так. Элукей, Арохот, Леколь, Басар, попробуем это перевести. Да. Уах. Ой. Бог духов, Леколь, Басар. Всякого не мяса, а всего живого. Всего, ну, всей плоти живого так. Каждого, ну, всего, как-то… Да, кого же он назначит? Каждого человека из собрания. Ну, как-то. Нет, Иш, не-не-не, пусть назначит Всевышний, такой-то, такой-то, а именно Бог, муха всякой плоти, кого он назначит? Иш, он назначит человека, аль-а-эда, над собой. Вот он должен как бы выбрать, да, и, ну, поставить, помазать. Да, да, поставить его над собранием, да. Спасибо. Да, верно, спасибо, спасибо, Куша. Теперь, Евгений, пожалуйста, Юцейн. Ашер ЕЦе, Лифнейхэм, Ва Яшер Яво, Лифнейхэм, Ва Яшер ЕЦе, Тэм, Ва Яшер Яви, Тэм, Вэ Лё Тихие, Да, 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 да. Ашер ЕЦе, Ка Цон, Ашер Эйн, Ля Хэм, Роэ. О, замечательные слова, сейчас попробуем их перевести, да. То есть назначить человека, который, ЕЦе, Лифнейх, да, 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 будет выходить перед ними. Да. То есть это в будущее время, используется Безлав Перевёртыва, настоящее время, будет выходить перед ними. Да. И который будет ходить как-то перед ними, да. Яво, входить перед ними, да. Правильно, перед ними, и который... Йо Ци Эм, Ле Го Ци, вывести. Выведет их. Да, да, выведет их в Ашер ЕВМ, который приведет их. И который будет водить их. Да, да, да. И не будет так. Не будет общества Бога, община Господня. Да, как Сон. А, как Сон, как Скот, да, как Скот, который... Да. Который не имеет пастыря над собой. У которых нет пастуха, совершенно верно. Здесь я вижу большое предупредение против демократии. Точнее, против того, что в Израиле имеют в виду под демократией. То есть вседозволенность. То есть должно быть единое началие. Это начальник, которого все должны слушаться. Ну, вот такое понимание я здесь вижу. Да, да, именно так. Теперь читаю я Ютхед. Спасибо. Иудхед. И сказал Бог Моисею. Возьми себе Егушоа, сына Нуна, человека, который дух в нем, в котором есть дух, и возложи руку твою на него. Самах ли смог буквально опираться, полагаться. Отсюда название смехут. Вот, рукоположение Равинское называется смеха. Смеха Равинская. К сожалению, вот та смеха, которую получил Всевышний от Бога. Которую, извините, Моше получил от Бога и передал ее Еушоа. Еушоа своим ученикам. Они и так далее. Она прервалась в эпоху тяжелейшей римской реакции. И теперь у нас нет такой смехи. Но, тем не менее, кто имеет право называться Равом, кто считается Рав Мусмах, имеющий смеху, тот, кому это доверили уже известные Равы. И так, Бог Всевышний говорит о том, каким образом должен быть Еушоа посвящен в функции втовкида того, кто будет после Моисея. То есть, будет вести народ. А сейчас, простите, а сейчас современная смеха запровождается реальным положением руки на человека? Существует ли такое действие, что Равы возлагают руки на голову, посвящая ему? Не знаю, честно говоря. Я на самом деле не Рав, я смеху. Здравствуйте, Анна, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте. Все нормально, вы теперь с нами, да? Да, Божьей помощи. Сейчас передадим микрофон. Значит, тут возник вопрос. Когда Рав получает смеху, действительно ли те, кто передает ему звание Рава, возлагают руки на его голову? Я, честно говоря, не знаю, но я спрошу. Блин, это я постараюсь узнать. Давайте, Анна, теперь, пожалуйста, вот Ютхэт я только что прочитал. Нет, как я понимаю, он сдает экзамен и все, это же нет. Экзамен сдаёт, да. А вы не сдавали экзамен? Нет, нет, нет. Я вам скажу честно, да. Ну, есть два значения слова Рав, да. Это Рав, человек, который имеет посвящение, даже если он занимается чем-то другим. Вот. И второе – это тот, кто выполняет функции Рава. То есть, например, даёт уроки. Ну, поскольку здесь я даю уроки, я не могу возражать против того, когда меня называют Равом. Хотя, когда, например, скажем, по телевидению я выступал, я очень просил удивить меня, как преподавателя юридической традиции, вот, чтобы не возникло недоразумений. Да. Я Рав, что называется, дутый. Но вы же… Я стараюсь, но я стараюсь. Вы же исполнили обязанности где-то там на Украине. Да, да, да. И это было, и это было возможно. Ну, очевидно, меня сочли полномочия. Ага. Всё помимо. Так, теперь… А, ну, пожалуйста, ютхэт. Так, а что там ютхэт? Я его не вижу. Вот у меня на экране. Либо у себя откройте. Сейчас я тогда найду. Да, да, да. А мы ютхэт сейчас не прочитали раз? Ютхэт сейчас. А, ютхэт не прочитали. Да, точно, точно. Ютхэт, извините, Анна. Сейчас я вас найду. Чуть назад, да. Ютхэт, ютхэт. Сейчас найду. Так, ютхэт. А, вот это вот. Вот это вот. Да. Элазара Коэн, да. Элазара Коэн. Валифней колайда. Вецевита. Вот то. Вэйнегем. Так. А, это речь идет о посвящении Иошоа Бенуна. Все, поняла. Товарищ Каналерна. И поставь, представь, или поставь его перед Элазаром Коэном, то есть это, видимо, уже после смерти Арона. А после смерти Арона речь, дело происходит. И перед всей общиной. И нас, ну, прикажи ему, получать, ну, как бы наставь его вот так вот. Да, да. Поставь, наставь его и перед всеми ними, перед глазами. Перед глазами их. Да, да, верно. Чтобы все, надо, посвящение должно происходить перед еще при жизни Маши Рабейна, чтобы потом не было вопросов, что преемник назначен, а кто он такой вообще, непонятно. Сейчас это называется словами инаугурация. Очевидно, да. Спасибо, Анна. Теперь Тимофей Каф. Каф. Да. Исраэль. И дай ему вот это величие, вот величие твоего, на него, лиман и шмео, чтобы услышали. Чтобы слухались, да. Чтобы слушались вся община сынов Израэля. Да, совершенно верно. Спасибо, Тимофей. Ну, теперь Каф, Алиф, передадим Юлию. Да. Ой-ой-ой, такое длинное. Ладно. Как сказать? Совершенно верно. Так, мы чуть-чуть и неправильно тут прочитали имя Эл-Азар. Эл-Азар. Есть имя Эл-Эйзар. И имя Эл-Азар, они отличаются гласовками. И еще буква Юд. Здесь все-таки имя Эл-Азар. Да, прошу вас. Эл-Азар. Эл-Азар, да. Да, смысл был тот же, да. И перед Куэном Эл-Азаром встанет. Будет стоять, да. И спросит его в суде. Да. Спросит его ба-мишпат. Каково решение, каков закон, да? Кого? У кого он спросит? У кого он спросит? У кого он спросит? Да, да. Пред Всевышним. Пред лицом его. Нет. Аль-Пив-Яц-У. И по устам его. А, по устам, по устам, да. По устам его вынесет. Выйдут, да. Ец-У, Йо-Ц. Да, просто будут. Это будущее время. Вносное число. Ец-У. Они выйдут. Они будут выходить. А, они выйдут. И по устам его войдут. Да. Он и все сыны Израиля с ним, и вся община. И вся община. Спасибо, Юлия, замечательно. Так, теперь попросим Кавбет прочитать Шушу и Кавгимел Евгений. И мы закончим нашу главу. И остается у нас время для Ашрей. Да, пожалуйста. Это будущее время. Да, это ВАВ переворачивает. Так. Пардон, будущее время, которое переворачивается на прошедшее. И сделал Маше, да. Так, а, окей. И сделал Маше, как приказал Господь ему. И как, как это? И взял Еш-У. Взял Еш-У, да. Еш-У, так. Вот это вот что-то такое. ВАЯМИДЕ, 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 и поставил его. И поставил его пред Лазаром Акоэном и перед общиной, ну. Перед общиной, да, совершенно верно. Спасибо, Шуша. И теперь, да, последнюю фразу, Евгений, пожалуйста. ВАИСМОХ ЭТЬ ЯДАВА, АЛЯВА, ВАЯЦА ВЭХУ, АКАШЕР, ГИБЕР АШЕМ, БЕЯД МОШЕ. И положил на него руки, его, на него. И ДАЛ ЕМУ. И ДАЛ ЕМУ. Не, нет, ЦИВА, И ПРИКАЗАЛ. А, ЦИВА. ПОВЕДАЛ ЕМУ, да, ЦИВА, да. ПРИКАЗАНИЕ, КОТОРЫЕ СКАЗАЛ ЕМУ ВСЕВЫШНИЙ ЧЕРЕЗ МОШЕ. ЧЕРЕЗ МОШЕ, да, совершенно верно. Замечательно. Вот. И напомните нам, пожалуйста, Анна, еще раз спасибо вам за подпоку материала. Это, этим заканчивается недельная глава, да? Это последний? Нет, там еще две, по-моему, две должно быть. А, понятно, понятно. Я помню, там две, мы читали в прошлом году, там еще два, две главы о том, как, ну, о праздниках, о том, как это. А, да, 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 да. Такие жертвоприношения. Ну, конечно, конечно. Обычные, это новомесячье, жертвоприношения в ППСах, жертвоприношения в этот, как в СУКУТ, там, в общем, все там и будничные, и праздничные, там, жертвы, да. Постоянные, субботние, новомесячные, праздники. Да, 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 да. Да, и из них, как раз из них читают, вот, во время, к примеру, то есть, сейчас, я пойму, как это, ну, молитвы. Да, да, это. Как раз там жертвоприношения. Мусов, мусов, субботние молитвы, по-моему, оттуда же берут. Да, совершенно верно, да, отрывки взятые от муссов. И мусов, мусов, опять же, на ПСах, там, или на СУКОТ, тоже оттуда же берут, тоже. Если в синагоге, если в общине, есть, скажем, несколько кошерных свитков, да, то один из них открыт именно на главе Пинхас, и по нему читают, кроме всего прочего, значит, мафтер, мафтер по новомесячьям и по праздникам. Ну, это удобно, чтобы лишний раз не перематывать. Так, замечательно. Мы прочитали 27-й параграф. Теперь я как-то должен это сделать я… Сейчас, минуточку. Сокрыть вот этот и открыть… Да, я останавливаю эту демонстрацию. Сейчас я посмотрю. Да, открыт у меня отхилим, значит, я делаю новую демонстрацию. Этот материал снова тоже подготовила Анна. Вот. И мы с вами сейчас попробуем разобрать дьелин номер 145, который, таки да, входит в три раза дневные молитвы. Я вначале сказал, что обещано нашими андрацами, что тот, кто читает дьелин трижды в сутки, удостаивается будущего мира. Спрашивается, но ведь мы и читаем дьелин три раза в сутки, дважды в молитве в службе Шахарит, да, и один раз в молитве Минха. То есть, что чисто автоматически получается, что каждый молящийся удостаивается будущего мира. На это ответ довольно простой. Читающий, имеется в виду тот, кто читает со смыслом, да, и с пониманием, а не просто произносит эти слова. Потому что часто даже я ловлю себя в том, что я повторяю вот текст, поскольку он хорошо запомнен, да, три раза в день мы это читаем на протяжении многих лет, да, все это идет автоматически, и мысли куда-то улетают, думаешь совсем о другом. Да, если такое происходит, конечно же, человек удостоится в лучшем случае, да, исполнения своих мыслей. Да, ответ… Так. Еще один вопрос. Почему, если в сутки есть три службы, почему бы не вставить Ашрей равномерно? Один раз Шахарит, один раз Винхо и один раз Марьет. Ответ дело в том, что этот хилим считается, что после захода солнца, да, в темное время суток, по крайней мере до полуночи, хилим читать нежелательно. Нежелательно. Но это не относится к ночам, суббот и праздников. Лучше читать хилим в дневное время, либо уже после полуночи. Так, поэтому, поэтому два раза мы вставляем Ашрей в утреннюю молитву. Значит, когда мы читаем Ашрей, именно Ашрей, почему так называется? Потому что вначале мы добавляем две фразы из другого места хилим. Ашрей, Йошвей, Рейтеха, Ольга, Лухасела, Ашрей, Амшина, Хало, Ашре, Аан, Шадунай, Элхав. А дальше, собственно, начинается 145-й хилим. Тихила ле Давид. Ару мимха, Элхай, Гамела, Фава, Хаши, Фа, Ле, Олам, Ваэд. Так, попробую перевести, да. Восхваление Давида. Ару мимха, возвеличу я, да, превознесу всевышнего царя воаварха от слова браха и благословлю имя его во веки веков навсегда. Ну, еще одно замечание. Эллим составлен окры стихом еврейского алфавита, чтобы подчеркнуть, что как вот все вещи, все сущности начинаются на одну из букв, и все эти буквы тут присутствуют, да. То есть абсолютно всеобъемлющее этот эллим благословляет все происходящее и существующее в мире. Маленькое замечание. Нет стиха на букву Нун. Есть одно из объяснений, что чаще всего на букву Нун, это из Талмуда, на букву Нун используется слово нофель, то есть падающий, да, а всевышний не, а, извините, Давид, Давид, который составил этот эллим, не хотел начинать стих вот со слова падающий. Но это слово присутствует в следующем стихе, которое начинается буквы санных. Так что Нун тут тоже присутствует. Просто не отдельным стихом. Так, передаю микрофон Анне и читает она второй пасок, пасок БЭТ, который и начинается с буквы БЭТ. Так. Бэхоль йома вархэка Вагаля ла шамхаля ова ид. И в каждый... Это что за сурдоперевод? Так. Каждый, ну, каждый день благословляю его и восхваляя имя его веки. Да, совершенно верно. Но ха – это тебя, это второе лицо. То есть это обращение, да. Обратите внимание, что вот здесь, в новом слове шимха используется хавсофит, а в слове авархэка используется кавсофит. В современном иврите мы и не пользуемся. Тиелим, ну, вообще в Танахе, да, он есть. Так что, когда я объясняю хавсофит, на букву кав, я говорю, что есть буква кав и хав, есть кавсофит и хавсофит. Но кавсофитом мы сейчас не пользуемся. Да. Спасибо, Анна. Замечательно. Теперь Гиммелу передаем Тимофею. Гиммелу. Велик Господь и прославлен очень. И величию его нет хекер. Меры. То есть мы непостижимо переводим. Да, да, да. Не можем мы исследовать и изучить величие его. Да. Да, Тимофей, спасибо. Все правильно. А, да, исследования на современном иврите как? Так я думаю, у них хакер. Есть слово хакера, но это, например, расследование судебное, да, или, скажем там, следователь, хокер, да. И есть мехкар, исследование, например, научное. Окей. Да. Хорошо. Анна, теперь вы передаете микрофон. Людмила, у нас Людмила теперь есть. Людмила Далит, пожалуйста, да. Далит, добрый вечер. Дор-Ледор Ешабах Ма-Асеха Ма-Асеха Угворотеха Угворотеха Ягиду Ихэй Или не надо хэй? Да, да, хватит, хватит. Переведем далее. Поколение за поколением Так, Ешабах Ешабах Лешабах А, будут восхвалять Твои И силу Твою Возвеличат Возвеличат Ягиду Лехагид Расскажут Расскажут А, будут рассказывать Будут повествовать Да, да, да Да, верно, спасибо Спасибо, Людмила Теперь Людмила у нас недавно появилась, да? Вначале вас не было? Да, что-то не могла Понятно 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 Ну, вы слышали нас, да? Частичного У меня не отключалось Совсем чуть Понятно Понятно Связь Так, спасибо Теперь Просим Хадар Кавод Ходехам В Гибрей Энифлотехам Асиха Асиха, да Так, Хадар Что это за слово? Хадар Хадар Великолепие Мехудар Мехадрин Охот Это вот Связано Или нет? Охот Нет Один корень Год Это другой корень Но Великолепие Славу Так Ходеха Как это мы можем перевести? Это Год Это Величие очевидно Величие твоего И речения О чудесах Твоих Расскажу Опять же Буду рассказывать Асиха Асиха А ну рассказывать Да верно Асиха Это будущее время Полная форма Асиах Это обычная форма Асиха Как Можно сказать Аранен А можно сказать Аранена Да вот здесь так же Подождите Подождите Вот Ходар Вот Годеха Но Годеха Здесь Мне кажется Это Как Расскажут Типа Возвещу Ли что-то Типа Как Йода Я думала Ходеха Это тот же корень Что Тода Нет Никак Да Возвещать Да Возвещать Или Объявлять Возвещать Ли Годия Вы думаете Слово Нет Там Если Слово Йода Там Был бы Ай Нескай Нет Тода Благодарить Тода Я знаю А вот Вопрос Действительно Интересный Года Ну давайте Заглянем В перевод Я Думаю Вполне Можно положиться На переводчика Все таки Да Все таки Да Великолепие Славь Величие Твоего Действительно Все таки Год Ведичие Год Вый Год Да 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 Действительно Это оно Прекрасно Да Прекрасно Так Так Теперь Ивов Пожалуйста Чей Так У нас Теперь Нашуша читал Теперь Юлия А я хотела Спросить Вот вы сказали Что если можно Почему-то Елим Нельзя ночью читать Если есть Короткий ответ Не знаю Есть и короткий Ответ Но Есть Медраж О том Как Сам царь Давид Читал Елим Вот Может быть Имеется ввиду Что мы копируем Его поведение А с чем это связано Не знаю Считается Что время суда И время милосердия До Завтра Время милосердия Ну есть Время Времена суток Которые связаны С милостью Всевышнего А где-то С его С взысканием Судом Вот после захода Уже Время суда Но я честно говоря Читаю обычно После как Звезды выходят Ну и все Как бы темно Я читала Я читала Дни Dream Читая говорить Что так можно Вроде Я слышала Я слышала Что только Это у Хабада Такое нельзя После После полуночя Нет После захода звезд Именно у Хабада После захода А Понятно Я слышала Это Можно или нельзя Наоборот Так что вы Можно после захода Или нельзя Нет Что Хабад Именно не читает После захода звезд Потому что я на каком-то уроке Талдот спросила Вот это вот И мне сказали Понятно, что из Хабада Ну просто У меня с этой стороны нашла информация Может быть, это Минрак, правда-правда Я это слышал, не Хабадника Но, может быть, они это слышали от Хабадника Не знаю Хабадники распространяют Ладно, хорошо У нас есть знакомые Мы его спросим Везус Норотеха Юмру То есть У Гдула Теха Асарена В общем Вот эту мощь Ужасную твою Норотеха, да Они будут Говорить И величину твою Так Посчитают Ну, как Рассчитают Ну, ла-сапер Ла-сапер Есть ли спор И ла-сапер А, сапер Расскажу Я расскажу о ней Да, да-да-да-да Я расскажу Асар Правда Да Да, верно Так Спасибо Евгений Да-да Это величие доброты твоей. Величие доброты твоей. Они это расскажут. Расскажут, да, верно. И о праведности твоей, и о справедливости тоже, а не касту. Еранен, но леранен, это радоваться, да. Будут радоваться, да, твоей цедек. Да, твоей праведности. Привьюс, да. Да. Давайте сделаем так. Вот 22 псука здесь по 22 буквам алфавита. Давайте пройдем сегодня ровно в середину, то есть дойдем до буквы КАФ. То есть у нас осталось ХЭТ, ТЭТ, Ю и ЮТ, АЛЕФ, да. И вот мы их распределим. Теперь займу почитали. ХЭТ чей? Мой? Да. Читаю ХЭТ. ХАНУН ВЕРАХУМ АШЕМ ЭРЕХ АПАИМ ОГДАЛ ХАСЕМ. Милостивый и ХАНУН ВЕРАХУМ. И милосердный, обычно так переводят, Всевышний. ЭРЕХ АПАИМ. Аф – это гнев, а ЭРЕХ – это долгий, длинный. ЭРЕХ АПАИМ переводим как долготерпеливый. Тот, кто долго способен выносить, терпеть наши грехи, например. Терпеливый – УГДАЛ ХЭСЕД. И ХЭСЕД у него велик. Большое милосердие у него. Много милостивый. Много милостивый, да, вполне подходит. Немножко-немножко, но церковь сноянскил это получит. Ну, смысл, да. Если мы понимаем смысл, а не просто повторяем слова, то могут быть использованы эти термины. Так, пожалуйста, Тет. Анна, да? ТО ВАШЕМ ЛЭХОЛЬ ВАРХАМАФ АЛЬКУЛЬМА АСАФ Добрый Всевышний ко всем, или ко всему, и милостивый наш, во всех, на всем, на всем, что он сделал, может быть, на всем. Да, на всем. На всем. На всем. На всем творимом. Сделан, на всем сделанном им, да. Да, 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 верно. Замечательно. Юль, пожалуйста, Тимофей. Юд. Юдуха АШЕМ КОЛЬ МАСЕХА ВАХАСИДЕХА ЕВАРХУХА Прославят Тебя Всевышний, все создания Твои, и милость Твою благословят Тебя. ЛЕВАРХУХА Да, да, да. И ХАСИДЕХА, здесь, наверное, ХАСИДИМ ШАЛХА, и Твои, кто? Твои ХАСИДЫ, как сказать. Это по-человечески. Ну, милость, доброта Твоя, или милость Твоя, что там еще. И ВАРХУХА благословят Тебя. Да, благословят Тебя. Ну, и кому мы дадим последний на сегодня? А почему до конца надо читать? Осталось-то 10 штук там, господи. Ну, смотрите, я, в общем-то, не смогу. Я просто думал это разделить на два урока. Ну, было, ну, мало, что будет в следующий раз, мы не знаем. Давайте, давайте, да. Пока мы успеваем, пока сил есть. Давайте так, я согласен. Так, Юд, а Лев, чей? Ну, кто после Тимофея нас сушил? После Тимофея? А, я же после. А, Людмила, Людмила. Людмила, Людмила, да. А вот у меня в переводе, в 10-м, почему-то будут благодарить переводится вот это ее духа. От слова года, ле годот, да. А мы как перевели? Как-то по-другому. Ага, нет, нет, это, конечно, ле годот, то да. Нет, будут благодарить тебя, как вы перевели. А, да? Будут. Да, все правильно, сблагодарят правильно. Ага, я с тобой в главе. Так, да. Так, вот, Малхутеха, Йомару, у Гворотха, Гворотеха, Едабру. Едаберу. Я на секунду остановлю вас. Едаберу. Да, тут, если мы обращаем внимание на голосовки, да, хотя и прочитать по-другому смысл остается. Просто где-то там немножко сбои произошли, я повторю. Кевод Малхутха, Йомеру, у Гворотха, Едаберу. Да, пожалуйста, прошу. Это как уважение? Да, почетное. Или слава твоего царствования будут говорить. Да. И могущество твое будут тоже говорить. Будут разговаривать, да, будут повествовать, можно сказать. Да, 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 спасибо, хорошо. Нет, нет, мы успеваем, Шуша, не волнуйтесь. Лишние пять минут нормально. Хорошо, да. Так. То есть я, да, тогда? Да, да, да. Хорошо. Леодия, Лебны, Адам, Гвороттав, Ум, Лаковод, Худар, Малхутон. Да, вот здесь обратите внимание, Леодия уже есть буква Ай, да? То есть это не Йода, а Йодеа. Йодеа знать, а Леодия – это дать знать. И извещать, повествовать. Да, да, вот реклама, какие-то оповещения, вот это вот. Есть Йодаа и Модааа, да? Да, так, значит, что и, как это, извести... Леодия, чтобы извещать... Чтобы известить человечество, да, Бны, Адам, Гвороттав, о строгости или о героизме в данном случае, в урод? Да, Гворотт, наверное... Могущество или мощь там, или могущество. Да, да. Могущество и о славе. Так, Ахадар – это было о великолепии, смолкоту царства и во. Угу, угу, угу. Да, смолкоту. А вот действительно ведь Гвора – это же и строгость, да? Да. И герой, и героизм вот этот тоже говорит. В литературе – это как типа могущество, мощь, ну как богатырская сила такая-то. Ты только просвернул как Гвороттава. И мужество, мужество, тут имеется в виду такое, значит, мужские, мужская сила, вот так вот. Ладно, это Гвороттава, не сюда ли это? Да нет, это надо, ну может быть, если там к баллистические тонкости входить, может и сюда, но мы по прямому смыслу смотрим. Хорошо, спасибо. Угу, так. Так, Мальхуд Теха. Да? Да. Мальхуд Коля Оламим в У Мем Шаль Теха Бехоль Дор Вадор. Его правление, твое, твое правление вечное, Коля Оламим, и твое правление из поколения, ну из каждого поколения в поколение. Да, да, во всех поколениях, из поколения, да, 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 верно. Ну это такие, как это, параллелизмы, как называется, то есть, такие вот, две строчки на одной, походу, разными словами на одну и ту же тему получается. Да, 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 повтор. Как бы рифма, но рифма не по звучанию, а по смыслу. Сюжетная арка. Да, какие слова, какие классные. Красиво высказано, да. Да, красиво, красиво. Теперь Юд Гиммел, да? Да, теперь Евгений у нас. Давай, Евгений. Юд Гиммель. Не-не-не, Юдалит. Юдалит, да. Да, да, извините, извините, да. Юдалит, это я. Да, здесь мы и букву САМЭХ имеем, и букву НУН, которая должна была быть перед этим, вот в этом слове, да. Так, пожалуйста. Он поддерживает Всевышний всех падающих. Да. И также выпрямляет всех согнутых. Всех согнутых. Всех согнутых, да. Да, Раф Легу, я спрашиваю, хочу спросить, а если человек читает Таилим, ну вот каждый день, да, как он произносит имя Всевышнего четырехбуквенное, как Ашем или как молитв? Ашем. Нет, как А-До-Шем, да. Да, да, как молитв. То есть можно, да, как молитв? Ну, конечно, если он читает, это как Таилим. Мы сейчас, собственно, мы изучаем это для того, чтобы могли читать. Поэтому мы тоже имеем право имя Всевышнего прочитать так. Можем прочитать и как А-Шем, да. Угу, хорошо. Так, теперь Тет Вавки. Ваше, ваше. Мое. Сначала я обращу внимание на два таких грамматических момента, да. Во-первых, слово КОЛЬ, которое обычно пишется с, вот как здесь, да, с КАМАЦ КАТАН, с КАМАЦом, который читается О. Здесь он пишется с ХОЛАМХАСЕР. Вот это и есть нормальная форма слова КОЛЬ. Потому что КОЛЬ означает все. Эйней КОЛЬ – это глаза всех. Не каждого, скажем, человека или каждого зверя. Не весь день, не каждый день. А все. Все. ХОЛАМХАСЕР – это отдельное слово. Поэтому слово КОЛЬ, он закрытый, но ударный. Поэтому в нем стоит долгое гласное, а именно ХОЛАМХАСЕР. На такой ХОЛАМХАСЕР всегда падает ударение. Так. А здесь, например, вот БЕХОЛЬ ДРАХАВ, да. Например, на всех путях, да. ХОЛЬ как бы сопрягается со следующим словом, да, ХОЛЬ ДРАХАВ. И получается, что это не отдельное слово, а часть словосочетания уже безударное. И тогда здесь стоит КАМАС, который звучит О, КАМАС-КОЦАР. И второе, на что я хотел обратить внимание, да, это ОХЛАМ. Вот здесь тоже закрытый, безударный слов, да. Поэтому это О, а не А. Итак. Эйней КОЛЬ ГЛАЗА ВСЕХ ЭЛЕХА ИСАБЕУ. К тебе, ну, можно сказать, обращены в надежде, в надежде, да. Надеются на тебя, да. И ты даешь им пищу их, да, и то во время их, в то время, когда нужно, да. Вовремя, можно сказать, да. Ну, так, пожалуйста, Тедзайн, да. Есть предложение? Да нет, наверное, про микрофон у кого-то включен, наверное. Ага. Так, передаю тогда слово Анне Тедзайн, пожалуйста. Как бы сказать, раскрываешь ты руку свою и насыщаешь ты все живое для всех живущих, как бы, по благоволению. Да, родцом, родцом желания, да. Насыщаешь, да, желание всего живого. Да, желание, да, желание всего живого. Вот этот посолок считается очень важным, когда еврей в молитве Шахарит Тфилин читает Ашрей, он прикасается к словам, на словах Паттеях Эт-Едэха, к Тфилину, которая на руке, у нас был такой рацион, он касается Тфилин, который на голове. Нет, имеется рацион, рацион все-таки, это имеется в виду благоволение Всевышнего, то есть насыщая всякого живущего благоволением, то есть по своей, своей благой, благом, благом, благим желаниям. Ну, наверное, это основное понимание, да, но может быть и такое, да. Не по его желанию, а по желанию Всевышнего. Понятно, по желанию Всевышнего, да. Да, хорошо, хорошо. Значит, считается, что если человек не знает иврита и читает вот этот елим без понимания, то хотя бы вот эту строчку он должен понимать. Поэтому попросим Анну еще раз произнести перевод. Так, значит, раскрываешь ты руку свою и насыщаешь все живое благоволением, ну, то есть своим, ну, как желанием, да. Ага, да. Милостивой волей, вот как-нибудь так, если совсем. Так, тогда спасибо, спасибо, Анна. Теперь Юдзайн, Садик, кто читает? Я читаю. Да, точно. Да, точно. И благочестив во всех делах его. Да, совершенно верно. Спасибо. Так, теперь Юдхед, пожалуйста, чей? Людмила. Икра, сейчас, сейчас, сейчас. Икра, угу, бе-эмет. Близок Всевышний, каждому взывающему к нему, каждому, который взывает его по правде, в истине. По правде, в истине, совершенно верно, да. Да, правильно. Значит, коров, вот он корень куф-рэш-бет, а кор-ав – это куф-рэш-алев, и здесь тот же корень куф-рэш-алев – это звать, взывать, называть, произносить, а также читать. Верно. Теперь Юдхед, пожалуйста, чей? Так, теперь у нас Сашуша. Так. Так, ладно, сложный кусок. Так, рацион – это значит воля. Ну вот опять же, почему мы упоминали. Так, ира, как сказать, убояр. Да, тех, кто боится его, боящихся его. Это значит, желание, желание тех, кто боится, он исполнен. Да. Он сделает, исполнит. Так, а это что такое шва? Шава-а, да. А вот там написано. Возвание, крик, вот, кто запит о помощи, да, и услышит их крик о помощи, скажем так. Так, так, ваеши им, а ваеши им, а ваеши им, спасет. О, это, что, вот это слово, ага, и спасет. Тех, кто его боится, в общем, это слово. Я и в поле, и в лесу подогрею и спасу. Да, замечательно. Так, спасибо, Шуша. Теперь Шин, пожалуйста, чей? Юля? Шумередина, отколя, о, гавав, отколя, рэ, ша, им, яш, мид. Спасет, ой, смотрит, хранит. Да, хранит, да. Сюжни всякого любящего его и всякого злодея, точнее, всех злодеев. Злодеев, да, уничтожит, истребит. Да, яшмид, как это делал лейтенант Шмидт. Да, угу, спасибо. Так, и тогда та последняя остается кому? Евгения, как раз, хорошо. Хвалу Всевышнему. Расскажут, скажут, скажут уста мои, поведу. Да, да. И я... И ворых, и благословит это третье лицо. Всякая плоть, да. Всякая плоть, да. Алло, алло, алло. Евгения, вы тут? Имя святое. Да. Имя святое. И благословит Бога. Сейчас и навечно. Слава Всевышнему. Слава Богу. Ну вот, мы разобрали 145-й делин, да, и даже более того, немножко больше, чуть в начале и через конце, то, что добавляется в часть муликов, которая называется словом Ашрей. Ашрей. Спасибо всем. Отдельное спасибо Анне, которая подготовила материал для нас. Спасибо, Натан. Натан, ты с нами? Будем надеяться. Натана поздравляем с грядущей свадьбой. Но не Натана, но не Натана. А кого честь возьмут? Натан-то, наверное... Свадьба не моя, мы приближаемся к 50 годам, так что мы немножко пропустились. Да, окей. Да, ну ничего, с небольшим опозданием, да. С небольшим опозданием, да, окей. Понятно, прекрасно. Так, всего наилучшего, счастливо, до новых встреч в эфире. Да, и пусть эти три недели траурные пройдут для нас легко, но не то, чтобы незаметно, чтобы мы сделали вывод, да, но чтобы Всевышний превратил в траур веселье, как он нам обещал. Аминь. Да. Аминь, аминь. А мы теперь все время будем, Таилин, да, читать? Вот там было написано 45. Это я просто решила сделать такой вот файл, но у меня просто не до конца там еще доделано. Если вдруг остается время, чтобы было что-нибудь еще нескучно. Да, да, да. А так мы посмотрим, просто у нас бывают длинные такие главы, как бы, где нет времени-то не хватает. Ну и все. Мы будем вот дальше, там 146-й, 147-й. Ну, да, если да, если будет получаться по времени, да, то хорошо. Да, материал подходящий, да. Так, всего доброго, счастливо, до новых встреч. Хотел только сказать для участников, смотрите, я ставлю в нашей группе, в Телеграме. Я сегодня не поставлю, хотя у меня готов. Почему? Потому что я иду по Израилю, и я надеюсь, что в какой-то момент мы сольемся в одном, как бы, порыве. То есть Матод и Матай, это, как бы, обратили внимание. Это уже, это уже все, это по всему. Блин, я не знаю, что ли поставить. Мы уже догнались за спортом всем, а тут Матай это у всех. Это у всех. Окей, я хотел сказать, что, обратите внимание, видео на иврите, это Раф Шерки, Пороша Чавоа. Там сабтайтл эти, как они называются, титры. Титры, да, мы заметили, спасибо большое. Да, титры, да, титры по-русски. Более того, обратите внимание, я не стал делать отдельно. В описании к этому видео там полный текст на русском стоит. Так что, если вы хотите смотреть текст, там стоит полный текст. Окей? Понятно. Все, всем счастливо, пока. Да, всего наилучшего, счастливо. Пока-пока.